Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом не спасение, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Друзья, приветствую всех вас из Киева во имя Господне! И сегодня и завтра, сегодня 27 августа, завтра 28 августа, два вечера, сегодняшний и завтрашний вечер, я посвящаю семинару, такому онлайн-семинару, посвященному культу Богородицы, секта ведения, обличительные богословия, так еще в семинариях называлось, православных раньше эта тема. Культ Богородицы. Как православный реформатор, обновленец, я, конечно, об этом много говорю, даже, наверное, из семинаров, многие мои знают, христиане, разные конфессии, православные, протестанты, католики смотрят мои семинары. Потом в проповедях тоже часто я примеры такие привожу, вот, и как раз убеждаю людей обратиться к Богу, примириться с Богом, отвергнув всякого рода пагубные ереси, отвергнув всякого рода заблуждения, вот, обратиться, оставив смерть, обратиться к жизни. Оставив тьму, обратиться к свету. Слава Господу. Вот, и на самом деле имя Иисуса Христа, да, воссияет в церкви во все роды. И сегодня, и завтрашний вечер, вот эти два вечера, я посвящаю нашему возлюбленному, драгоценному Спасителю Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Аминь. Благоставляю всех вас, возлюбленные друзья, кто подключился сейчас уже на Ютубе, кто подключается. Всех приветствую во имя Господня. И, конечно же, тех, кто потом уже в записи будет смотреть это видео здесь на канале Ютуба. Да, спасибо огромное всем. Хочу в начале семинара этого выразить всем за молитвенную и материальную поддержку, за участие в моем служении, молитвой и финансами. Слава Богу, это очень важно. Вот, и все мои поездки, вот я, допустим, еду сейчас во Львов, да, значит, с Киева, вот, я ищу попутные машины, на Бла-Бла-Кар обычно вот путешествую. Вот, это и дешевле, и проще, значит, и я, в общем-то, называю это Бла-Бла-Черч, потому что по дороге тоже общаюсь с людьми очень разными, протестантами, католиками, православными, атеистами, мусульманами, иудеями. Очень разными людьми, разных религиозных воззрений, или же, ну, отрицающими всякую религию. Вот, и благовествую о моем возлюбленном Иисусе Христе. Поэтому я обычно всегда сразу здоровкуюсь, именно таким образом приветствуюсь. По-христиански я говорю, слава Иисусу Христу, Аллилуйя. И очень радостно, когда отвечает или водитель, или кто из пассажиров, слава навеки Богу Святому. Думаю, ну все, слава Богу, наши люди. Вот, и слава Господу. И вот сегодняшний, почему семинар я онлайн запустил сейчас, в эфире, потому что на самом деле этим вечером, прямо сейчас, этим вечером, вот сегодня 27 августа, и 28 августа, да, отмечается в традиционном православии, православной, канонической, там, неканонических церквях, канонических, или там, второканонических церквях. То есть, в очень разных православных церквях празднуются, как успение Пресвятой Богородицы. Да, и поэтому, но так как, переняв традицию библейского иудаизма, в православном таком богослужении день начинается с вечера, поэтому уже сегодня вечером, прямо сейчас, вот в это время, уже начинаются богослужения. Где-то уже начались, где-то сейчас только начинаются, где-то еще только там через час, через два даже, в разных храмах по-разному, но в основном вот, вот в это время как раз и начинаются все богослужения вечерние. Все ношное бдение, торжественное все ношное бдение, очень красивое богослужение, посвященное успению Пресвятой Богородицы. Так называется официально этот праздник. И, к сожалению, да, этот праздник отмечают так или иначе все, ну, я даже скажу все православные церкви, кроме вот нашей реформаторской православной церкви. Именно наша киевская архиепископия, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, мы этот праздник как праздник именно не отмечаем. Вот, и, конечно, это большая очень такая проблема, считаю. Да, кстати, и не только православная церковь, не только католическая церковь также этот праздник празднует, только пораньше. Получается, значит, католическая римма, католическая церковь отпразднула этот праздник раньше. Вот, грехокатолики, насколько я знаю, они как раз вот сейчас тоже празднуют, тоже вместе с православными, то есть католики с хидных обрядах, католики восточного обряда. Вот так вот, друзья, дамы и господа. Я был клириком, был священно-церковнослужителем, начиная с 87-88 годов, и тогда еще и подиаконствовал, потом диаконствовал, и потом стал священником и иереем в 91 году. И служил я в России тогда, как русский православный священник, в Рязани, в Рязанской области, потом в Брянской области служил. Вот, и, значит, до 96-го года. Уже в 96-м году, по идейным соображениям, я вышел из традиционного православия. Вот, и с тех пор я этот праздник не праздную. Кстати, вот почему, по идейным соображениям, одно из самых главных таких, один из самых главных моментов, почему я вышел, это несогласие, категоричное мое несогласие с многобожием во всех его проявлениях. То есть я, как традиционно тогда православный священник, я до 96-го года, я молился и Богородице, и другим умершимся, то есть Марии, Матери Иисуса Христа, да, значит, называя ее Богородицей, Царицей Небесной и прочее. Вот, и, конечно, сегодня я осознаю, что культ Богородицы ничего общего не имеет с исторической Марией, с настоящей Марией, Матерью Господа Иисуса Христа. Вот, этот культ, он ничего общего с христианством не имеет вообще, даже больше того, этот культ возник задолго до возникновения христианства, задолго до нашей эры. Просто потом был имплантирован, как бы перешел в христианство, и под видом христианского культа существует до сегодняшнего дня. Вот, и, конечно, это большая беда, ведь враг рода человеческого пытается отвлечь людей, миллионы людей, и, к сожалению, не безуспешно, от Искупителя нашего Господа Иисуса Христа. Да, ведь по вере нашей христианской, евангельской, библейской вере, апостольской вере, по-настоящему православной вере, ни в ком другом нет спасения. Нет других спасителей, нет никаких других ходатаев к Богу, нет никаких посредников между Богом и человеками. Лишь один человек, Иисус Христос, Он есть ходатай, посредник Нового Завета, великий первосвященник. Вот, и, конечно, да, до 96-го года я молился к Богородице, молился многим умершим святым также, но, наверное, особенно, как вот и тысячи моих коллег, как и миллионы обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой христиан, я молился и полагал, я наивно полагал, что это есть ходатай, ходатайся, посредница к Богу. Вот, но в 96-м году я разочаровался в этой вере, полностью разочаровался, потому что вера евангельская привела меня к разочарованию в вере такой человеческой, в вере бесовской, в вере душевной, в вере оккультной. То есть вера библейская разрушила всякого рода человеческие вот эти вот заблуждения. Олег подключился, да, добрый вечер, Сергей, слава Господу, приветствую тоже вас, слава Богу всех, кто подключился. Значит, я понимаю, что многие еще на рабочих местах еще, и не все могут подключаться, но потом уже в записи тогда кто-то сможет посмотреть, потому что все это сохраняется на Ютубе, здесь, на моем канале, слава Богу. Вот, и сегодня вечером, да, и завтра я собираюсь рассказывать как раз вот с 6 часов вечера по, значит, киевскому времени, рассказывать о культе Богородицы. И не просто рассказывать даже, вот, молиться, молиться, действительно, разрушай эти твердыни сатанинские. Потому что, вот, через культ Богородицы, через, вообще, как таковое многобожие, христианство дезориентировано. Поэтому миллионы православных христиан, действительно, ну, даже и христианами-то с трудом можно назвать, как правило, и не являются-то. Да, и аминь. Но как бы мы отнеслись, если бы неуважительно относились к нашей матери? Анна пишет. Анна пишет, да. Вот, поэтому, да, конечно, те, кто молятся к Марии, к матери Иисуса Христа, они относятся весьма неуважительно к ней, на самом деле. Вот именно как раз вот этим почитанием, культом, они бесчестят Марию, бесчестят ее славное имя, вот, самое счастливейшее среди всех женщин. Вот, знаете ли, те, кто превозносит ее, те, кто молятся к ней, ничего общего, на самом деле, не имеют с Марией. Вот, и, вот, ваше сравнение такое, неуважительно относиться к нашей матери, знаете ли, да, интересный вопрос. Вот, ну, с точки зрения традиционных православных, я понимаю, что как раз наоборот, те, кто не молятся к Марии, они как раз вот не уважают ее, но, может быть, я так раньше даже, может быть, даже помыслил бы, если бы мне спросили бы, то да, конечно, мама все-таки это святой, да, значит, но сегодня я однозначно убежден в том, что как раз наоборот, те, кто молятся к Богородице, да, они бесчестят Марию, они позорят имя Марии, и позорят имя действительно той, которая стала Матерью нашего Господа, и которая действительно есть, ну, счастливейшая, блаженнейшая в женах, счастливейшая среди всех женщин на этой земле, которые когда-либо рождались вообще на этой земле, ну, не считая, может, Евы нашей праматери, вот, но это там ветхая, будем так говорить, старая Ева, да, вот, наша прапрапрапрамама, вот, значит, а здесь уже в Новом Завете Мария, Матерь нашего Господа Иисуса Христа, вот, поэтому неуважительно относится именно как раз традиционной православной церковь, вот этим культом, если культом Богородицы, которая ничего общего с культом Марии, ну, самой библейской Марии, я повторяю, Анна, тоже и для вас, и для всех, кто подключился, значит, культ Богородицы ничего общего не имеет с настоящей Марией, с Матерью нашего Господа Иисуса Христа, культ Богородицы и Мария, Матерь Иисуса Христа, это две разные вещи, это, как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно, вот, нельзя их смешивать, нельзя, это, ну, будем так говорить, это совершенно разные вещи, абсолютно разные вещи, вот, и те, кто считают, вообще называют Марию Богородицей, Царицей Небесной, они бесчестят Марию, на самом деле, ее святое славное имя, нашей сестры в Господе, вот, блаженнейшие среди всех женщин, вообще, самые счастливые из всех женщин, вот так вот, слава Богу, и, значит, культ Богородицы, ну, я, может быть, так, голопом по Европам, конечно, коротко хочется рассказать, вот, в двух вечерах, сегодняшний и завтрашний вечер, вот, выделил для этого, значит, но, если вкратце, кстати, я проводил семинар однажды, ну, даже не семинар, а такой, как бы, получалось тоже онлайн, онлайн такой, общение, и один из священников православных, он, кстати, из Белоруссии, по-моему, ну, он трудился сейчас в США, в Америке, в Орегоне, а так он, по-моему, белорус, по-моему, ну, неважно, по-крайней мере, он служил в Русской Православной Церкви тоже, в России, а теперь он в США трудился как священник православный, и вот он, конечно, был священник, ну, грамотный, да, безусловно, грамотный, начитанный, академическое образование прекрасное у него, но, с другой стороны, я был потрясен невежеством этого священника, элементарно, он вещи не знал, что, оказывается, он был чрезвычайно удивлен, и в эфире это было видно, очевидно, вот, что он был просто удивлен, что, оказывается, ну, моими словами, и даже возмущен и удивлен, что культ Богородицы, он был задолго до нашей эры, задолго до нашей эры, Инна, да, шалом, Сережа, шалом, Иночка, шалом, кто подключился, все, вот, и супругу свою приветствую, и детишек наших, и внуков, и котов всех наших приветствую тоже, слава Богу, вот, и по поводу культа Богородицы, в Берлине я был, значит, пергамон-музеем, музей пергамон-востока, вот, если кто в Берлине будет или бывает, я рекомендую, наши туристы часто обходят стороной этот музей, а жаль, зря, очень даже зря, особенно для православных христиан, я считаю, что это очень важный даже поход туда надо будет сделать, значит, я там много сделал фотографий в этом музее, и, конечно, самое большое потрясение для меня было, как для православного священнослужителя, вот, именно как раз вот эти древние жертвенники Богородицы, Царицы Небесной, датируемые тысячелетиям и даже полутора тысячелетиями до нашей эры, до Рождества Христова, вот, и там все эти молитвы и титулы, они были указаны, она и Богородица, и Царица Небесная, и Матерь Бога Всевышнего, и прочее, 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 вот, и, конечно же, это было за тысячелетие, там, полтора тысячелетия до того, как, значит, родилась библейская, настоящая, реальная Мария, Матерь нашего Господа Иисуса Христа, вот, и, конечно, я тоже удивляюсь порой, как священнослужители православные, заканчивая семинарию, потом академию, имея богословские степени и порой не знают элементарных вещей, значит, а с другой стороны, что их судить, ведь я сам весьма заблуждался и искренне верил, что культ Богородицы и Марии, Матерь Иисуса Христа, это одно и то же, и вообще я верил, что, значит, сама Мария и многие другие святы являются ходатами, посредниками к Богу, вот, но, слава Богу, что я отрекся от той веры, отрекся от этих заблуждений, ересей, и ныне помогаю миллионам православных, католиков, протестантов освобождаться от этих ересей, и обращаться к вере евангельской, к вере христианской, к вере апостольской, и жить, на самом деле, во славу Божью, славить имя Господа Иисуса Христа. Дамы и господа, и по поводу, я вкратце такой обзор сейчас делаю, сегодняшним вечером, культа Богородицы. Значит, исторически культ Богородицы связан с вавилонским столпотворением. Да, там вавилоне Семирамида, сыном Томузом на руках, или Фомузой на руках, вот, и это культ Богородицы вавилонский, он потом, после столпотворения этого вавилонского, будем так говорить, разошелся по всему миру, потому что с вавилона люди смешались языки, стройка не удалась, было лишь одно расстройство, и люди разошлись, кто куда. Вот, и они разнесли с собой вот этот культ, и археология полностью подтверждает, вот, как раз вот, подобное, вот, мнение, да. Хенри пишет, да, брат Сергей, слава Иисусу Христу за вас, и ваше служение, часто слушаю вас. Да, спасибо, Хенри, спасибо. Если какие вопросы будут, или уточнения, то, пожалуйста, пишите, хорошо. Может быть, даже лучше не в этих сообщениях, а вот комментарии, которые под именно видео, потому что тогда они сразу будут там писаться. Или, а еще, смотрите, если вопросы у вас возникнут какие-то, да, вы пишите в комментариях не вот эти сообщения быстрые, да, какие, которые потом не открываются сразу, а вот под самим видео пишите, хорошо. Потому что тогда эти ваши вопросы, они будут всем видны, во-первых. Значит, во-вторых, я могу на них отвечать и использовать даже вот эти вопросы, ответы в своих лекциях, в своих семинарах. Хорошо? Потому что и здесь, в Киеве, и во Львове я планирую, как раз, семинары этому посвятить, очень важной теме такой. Вот. И по поводу, значит, вавилонского столпотворения, сказал, да, и народы, разошедшиеся с Вавилонии, разнесли это нечестие. То есть, это была попытка некоторой, культ Богородицы Семирамида, да, сына Антамузы на руках, это была попытка отвлечь, значит, Немрод, библейский Немрод, да, это была попытка, это был прообраз Антихриста, первый такой мощный прообраз Антихриста, который действительно попытался отвлечь людей от поклонения, от поклонения истинному Богу. Немрод, чем он прославился в истории, и вот согласно еврейской энциклопедии, и многим другим энциклопедиям, это человек, который попытался отвлечь людей от Бога, увести людей от Бога. Да, Олег пишет, да, считай, что христианин это прежде всего рождённо свыше. Можно всю жизнь ходить в церковь, креститься, причащаться и так далее, если человек не рождён свыше, то это всё обряды. Да, совершенно верно, брат дорогой. Вот почему культ Богородицы и опасен, что моментом возрождения, архиважным, знаете ли, таким важнейшим элементом возрождения является личность Иисуса Христа, как своего личного спасителя Господа, когда человек принимает его. Но культ Богородицы и прочих умерших святых и ангелов, как якобы посредников к Богу, какую он подлую работу делает, этот культ, что он отвлекает людей от искупителя Господа. Иисус становится весьма далёким, Бог ещё дальше. И получается, что до Бога, значит, далеко, высоко и прочее. И, получается, библейский путь спасения закрывается. Значит, получается, что человек, значит, конечно же, Бог приходит в судьбы людей. Возрождение совершается в любой конфессии, в любой деноминации. Но в православии традиционном совершается не благодаря церкви, да, а вопреки, к сожалению, из-за культа Богородицы и многобожьей, как такового вообще в целом. Вот. И Олег пишет ещё здесь. То есть, рождённому свыше открывается истина, и такой человек никогда не будет поклоняться Богородице. Слава Богу, да. Но не совсем согласен с вами, конечно, Олег, потому что из опыта жизни и своей личной, и из опыта служения очень многих христианских служителей, я знаю, что это не совсем так. Вы не совсем правы. Хотя, в 90% ваших словах сейчас действительно правда, но есть и не совсем, не вся правда. Не вся правда. Я вам расскажу, ну, я не буду говорить даже какие-то там личные истории, или там малоизвестные вам истории. Я расскажу, наверное, одну из самых известных для всех русскоязычных христиан истории наших дней. Современная история. Есть такой служитель христианский, христианин, да, христианский служитель, его зовут Ульф, Ульф Эггман. Он человек возрождённый, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем Господом. Больше того, он проповедник, и через его служение тысячи, десятки тысяч, можно сказать, даже сотни тысяч христиан получали благословение. Десятки тысяч людей принимали Иисуса своим личным спасителем Господом. Тысячи церквей были насаждены в его служении. Вот, сотни церквей именно им, его командой, и ещё многие сотни церквей его учениками. Вот, это слово жизни, это огромное движение, такое писякническое, харизматическое, или харизматическое, писякническое такое движение. Вот, и этот брат Ульф, он, к сожалению, сегодня он в падении, и очень серьёзное падение. Я думаю, это никому не секрет уже, потому что это не тайная информация. Его падение было вначале таким скрытным, тайным, а теперь оно стало публичным уже падением. Есть в интернете и фотографии его в грехах находящегося. Пожалуйста, можете посмотреть, если не верите. Он с чётками там молится к Богородице, значит, и совершает вот эти вот молитвы, значит, паломничество. Целует статую Богородицы, молится к ней, к Марии. Вот, и, значит, является на сегодняшний день традиционным католиком. Поэтому рождение свыше ещё не факт, что человек, он будет стоять до конца в истине. Спасение ещё не гарантия от падения, вот чем дело. И таких, как Ульфи, я знаю сотни. К сожалению, я знаю сотни примеров, только малоизвестно таких. Я лично знаю таких людей, вчерашних баптистов, адвентистов, харизматов, писятников, лютеран, которые сегодня лоб расшибают, так, грубо говоря, молятся к Богородице, молятся к святым, молятся к ангелам, архангелам, там и прочие мерзости творят. Целуют кресты, мощи, иконы. Ульф Экман совершал одну из паломничеств последних, там он целовал мощи святых, эти кости. Человек находится в глубочайшем моральном, духовном падении. Молюсь за Ульфа, молюсь за всех падших и молюсь за их покаяние. Бог силён восстановить заблудших. Поэтому возрождение не является гарантией и предохранением от падения, ни в коем разе. Вы пишете правду, Олег, но не всю правду. Вся правда очень горькая. Шалом, драгоценность святая пишет. Олег пишет, тогда вопрос, был ли он изначально возрождённым. Он, печально, если так, Олег пишет, да. Да, он был возрождённым, и хотя всё только лишь Бог всемогущий знает, но именно библейская модель возрождения была в его жизни. Больше того, я Ульфа не собираюсь судить, я молюсь за него. Я молюсь за его покаяние, Бог свидетель. Я благоставляю его, его дом, его семью. Я знаю, что человек много потрудился в своё время для проповеди Евангелия, и ему огромное спасибо за труд евангельский, который он нёс на протяжении многих лет. В частности, в России, в Украине не так его много знают, но в Российской Федерации и в Белоруссии частично, но больше в России, заслуга в просвещении евангельском на нём огромна просто. У него огромная заслуга. И я без всякого преувеличения скажу, что миллионы россиян так или иначе приобщились к христианству, ко Христу, слышали благую весть об Иисусе Христе благодаря Его служению, благодаря Его деятельности. Поэтому в Украине не так это актуально, может быть, его имя мало известно здесь, не так известно, одним словом. Не так оно актуально, как в России. У нас в России это, конечно, просто имя на слуху. Среди любого протестантского сообщества скажешь, Ульф Экман, они говорят, да, это титан, гигант веры, будем так говорить, гигант апостол с большой буквы, служитель современный. Но потом все тупят взор и, да, к сожалению, понимают, что ныне брат отпадший. Вот, больше того, брат Олег и все, все-все, кто подключился, я не хочу, я не говорю, что я сужу там, значит, Ульфа, нет, я ни в коем разе, я еще раз говорю, я его благоставляю, значит, там, и молюсь за его покаяние. Вот, значит, Анна тоже пишет вопрос здесь, да, простите, брат Сергей, я против поклонения и верования мощей. Да, я тоже, да, я тоже против почитания мощей, да. Но касаемо нашей сегодняшней темы, неужели многие любящие Господа, такие, как, например, Серафим Саровский, заблуждались? Я, правда, хочу понять. Серафим Саровский, да, конечно, заблуждений масса было у него, в частности, культ Богородицы, культ святых, мощи и прочее, икона почитания. Вот, я еще раз хочу повторить, что спасение, духовное возрождение, это не гарантия, значит, ну, как бы, того, что человек не упадет. Не гарантия ни в коем разе. И больше того, человек даже возрожденный будучи, да, чудеса, знамения совершаются, но может попасть в западню врага. И я даже не хочу говорить сейчас, даже не по поводу Серафима Саровского, я хочу даже еще выше сказать, выше сказать, чем Серафим Саровский, намного выше. Апостола любви Иоанна. Да, 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 Иоанна Богослова. Вспомним книгу Откровений, где Иоанн пишет о своих падениях. Дважды он пал, значит, и написал об этом четко и честно, не для того, чтобы мы, значит, позорили его имя, и не для того, чтобы мы судили его сейчас и говорили, о, Иоанн, вот, мол, седина в бороду, бес в ребро тебе. Нет, 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 не для этого. А написано было для того, чтобы мы не грешили, чтобы мы не повторяли ошибок, какие он совершил. И две ошибки эти, они описаны в книге Откровений, в самом конце книги Откровений, когда он поклонился ангелу, и, слава Богу, ангел был правильный, хороший, адекватный, божий. Вот, из тех двух третий, которые с Богом, не отпадшие. Если бы отпадшие, конечно, была бы история другая. Он сказал бы, о, Иоанн, молодец, поклоняйся, конечно же, поклонись мне. Вот, нет, нет, это был хороший, правильный ангел, и он сказал Иоанну, не мне, говорит, Богу поклонись, Богу поклонись. Потом проходит немного времени, Иоанн пишет снова о своем падении, и он снова поклонился предангелам, но там в оригинальном тексте, там имеется в виду не перед ангелом самим, даже в русском переводе синодальном там курсивом набрано, потому что в оригинале этого нету. В оригинальном тексте говорится, как бы через ангела к Богу хотел поклониться, то есть посредством ангела, как образа, на первый образ к Богу поклониться, через ангела. Но даже это поклонение было его падением, и ангел сказал, нет, нет, не мне, Богу поклонись, Богу поклонись. И вот то, что в Откровении написано Иоанном, это нам всем наука. И Иоанн написал это не для позора своего, а для славы Божьей и для нашей науки. Олег пишет, да, Сатана таким образом работает и сбивает с пути, это точно. Если что-то не от Бога, то от Сатаны третьего не дано. Да, мир, знаете, жизнь и смерть, Бог говорит, жизнь и смерть, но Господь рекомендует всегда, выбери жизнь, зачем тебе помирать, выбери жизнь. Света, девчонка, пишет, хочется верить, что через эту ситуацию с Ульфом Бог может начать пробуждение, обратив его к истине. Аминь, аминь. Я тоже в это верю. У католиков Бог силен проклятие превратить в благословение. Аминь, 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 аминь. И то же самое я когда встречаю таких многих вчерашних протестантов, вчерашних евангельских верующих, которые в православных храмах сегодня молятся к Богородице, к Святым. Я понимаю, что для них это падение, но они, будучи возрожденными свыше людьми, принявшими жертву Христа, для которых Иисус Христос является их личным спасителем Господом, для них это падение, моральное, духовное падение. Но для тех церквей православных, куда они упали, для православных церквей традиционных, это луч света в темном царстве. Это, знаете ли, как бы высшее достижение. Получается, для возрожденных свыше людей это падение, но для традиционного православия это свет в окошке. То же самое для Ульфа это падение, но для традиционных католиков это высочайшее достижение, высочайшая духовная вершина. Знаете ли, как вот Эверест какой-то такой. И я верю, что, конечно же, Бог может все даже зло в добро обращать. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Слава Богу. А католическое, харизматическое движение, да, существует давно уже, еще с 60-х годов, вот, значит, с конца 60-х, начало 70-х годов. Вот, и охватывает десятки миллионов верующих католиков, да, многие из которых стали такими евангельскими, такими верующими на самом деле. Но, опять-таки, я общался тоже с такими католиками много в свое время. Хотя я католическую традицию мало знал, но с 96-го года я стал знакомиться с католической традицией хорошо. Вот, до 96-го года я с католиками не общался, как и с протестантами, в общем-то. Я общался только лишь с нашими, с православными, Московского Патриархата, Русской Православной Церкви, все. Мне других не надо было общений. Вот, и я считал, что только лишь Бог у нас, вот, сектоведение, в чем заключается-то, секта, вот, сектантское мышление. Я был рабом сектантского мышления. Я верил, что Бог только лишь у нас, что Дух Святой только лишь у нас, что благодаря непрерывной цепочке руковозложений и всем прочим манипуляциям религиозным у нас вся благодать. Вот, а за периметром нашей конфессии, нашей юрисдикции ни шиша вообще, ничего. Поэтому, знаете ли, я не мыслил, что буду молиться с кем-то еще из неправославных, допустим, общаться. Даже за столом сидеть с кем-то из неправославных для меня было мерзко. Просто даже сама мысль об этом была мерзкая. Но, так получилось, что в 96-м году я познакомился с одним, как я думал, сектантом. Вот, думаю, надо же на свою голову познакомился. Но это был очень интересный человек, как раз именно не сектантского типа ума, мышления, да, а именно как раз такого живого христианства. Это был дякон Писиатнической церкви, протестант такой, да, мозг и костей протестант. Вот, из протестантской семьи, вот, выходец такой, потомственный протестант уже. Вот, и Григорий Тельных, он сейчас пресс-фитером в городе Сураж Брянской области. Очень хороший брат, очень хороший служитель, как я сейчас понимаю. Но тогда, я думал, это просто падший человек, сектант и прочее. Вот, и мы обменялись литературой. Вот, и он, я ему дал книгу о земной жизни Пресвятой Богородицы. Вот, он мне дал проповеди Эрна Штегина, Людмила Плетт, «Время начаться ду с Дома Божьего». И вот, действительно, вот, с такого общения, вот, свидетельств таких, знаете ли, живых, живой веры. Потому что дух дышит, где хочет. И, действительно, вот эти стены, межконфессиональные, междинаминационные стены, они, ну, они рушатся, когда, рушатся самым сильным оружием, которое есть любовь. Действительно, как вот в той песне поется, это первая песня протестантов, которую я слышал в своей жизни вообще тогда же, в 96-м году, как раз, когда познакомился с ними, с этой церковью писятинической. И прекрасная песня, она до сих пор одна из моих любимых песен самых. «Любовь Христа безмерно велика». Любовь Христа безмерно велика, Начало нет и льется, как река, И, как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. Любовь Христа безмерно велика, И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, Открой, уже пора, Прими любовь без златосеребра, И если б не было любви, Любви Христа, Любви Христа, Мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, Бог смотрит не как человек, Бог смотрит на наши сердца, Не на внешность, Не на фасад наш, Не какая наша ряса, Какая наша конфессия, Деноминация, Какие наши ереси, Заблуждения, Или правильные учения, Или неправильные. Можно иметь библейский, Безукоризненное, Идеальное учение, Но сердцем быть далеко от Господа. Не иметь любви, А даже если имеешь всю веру, Даже можешь горы переставлять, Имеешь всякое познание, А любви не имеешь, То ничто, И зовут тебя никак. И знаете ли, Действительно, А можно иметь теологию неправильную, И сковерканную совершенно, Вообще, Там такая абракатабра, Что, ой-ой-ой, Хай Бог мылую, Как в Украине говорят. Но, друзья, Но сердце любящее, Жаждущее Господа, И Бог смотрит в первую очередь На сердца человеческие. Вот. И в этом семинаре, И в своих семинарах, Я много об этом рассказываю. Очень много. В семинарах по истории христианства Много примеров привожу как раз об этом. Вот. Слава Богу. Вот. Так что, Спасает. Да. Даже вера не спасает. Да. Вера не спасает. Спасает сам Бог. Сам Господь. Вот. Только покаяние, Данное нам через жертву Иисуса Христа. Аминь. Ой. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. 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 А покаяние, да. Покаяние, это вот как раз метаноия, Та самая. Изменение мышления. Кстати, Брат Андрей был эти дни здесь у нас в Киеве. Вот. Молодец. Слава Богу. Прекрасный брат. И. С Минска, да. И. Вот. Даже не хватает его немного, честно говоря. Жалею, что мало мы как-то общались все-таки. Надо было отложить все-таки дела некоторые. Но. Но. Очень умный, начитанный человек. И. Знаете. Интересно тоже. Очень хорошие свидетельства такие. Именно хорошие, сильные свидетельства. Вот. Как бывшего священника. Ну. Будем так говорить. Языческой религии. Будем так говорить. Да. Вот. Опять-таки. Что спасает и кто спасает. Да. Сам Господь Иисус Христос. Бог, сошедший с небес. Господь с небес. Он есть Спаситель. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. 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 Вот. И. Для меня. Таким важным актом. Как раз. В любом. Богослужении. В любом семинаре. Служении нашем. Собрании нашем. Это хлеб. Является хлебопреломление. Причастие. Причастие. Тело крови Господа Иисуса Христа. Вот. И. Сегодня рассуждаю. Я о великой жертве. Голговской. Вот. И спасение. Действительно. Я молюсь сегодня. Молюсь. О. Тысячах. И тысячах. Моих коллег. О. Дурманинах. Культом Богородицы. И. Культом. Святых. Вообще. Многобожием. Молюсь. О миллионах. И миллионах. Православных. И католиков. Так же. Вот. Да прозреют. Люди. Да прозреют. Да возряд. На того. Кого пронзили грехами. Своими. На Господа нашего. Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь. Благослови. Добрый вечер. Тоже. Лия. Да. Да. Слава Богу. Сегодня. Тоже. Совершаю хлебопреломление. С молитвой. Действительно. Разрушение. Всяких твердынь вражеских. Будучи традиционным священником православным. Я конечно. Весьма заблуждался. Но я. Бог свидетель. Я искренне верил. Что есть. Многие ходатые. Пред Богом. Наши молитвенники. Святые. Усопшие. Умершие. Святые. Сотни. Тысячи имен. Я называл. Во время своего. Священства. В традиционном православе. Каноническом. Сейчас. Слава Богу. Я являюсь священнослужителем. Не канонической. Такой. Нормальной. Живой. Такой. Обновленческой. Православной церкви. Миллионы людей. Считающие себя христианами. Но при этом. Не имеющие. Спасения. Да. Христианство. Без Христа. Христа. Это ноль без палочки. Это. Поэтому. Когда меня спрашивают. Какая самая большая беда. У вас. Вот. Православие. Я говорю. Самая большая беда. Очень мало Христа. Очень мало христианства. То есть. Хотя обычно. Это. Как бы считается. Само собой. Разумеющимся нечто. Говорят. Православный христианин. Православное христианство. Но на самом деле. Это не так. На самом деле. Православие. Но. Далеко не христианство. Очень мало христианства. Очень мало Христа. Вот. И. Если спросить. Вот. Тысячи священнослужителей. Я. Со многими. Лично. Знаком. С сотнями. Разными. Священнослужителей. Диаконов знаю. Священников. Епископов. Вот. И. Спроси. Как спастись. В чем путь спасения. Вот. Разъясни. Мил человек. Как спастись. Как правило. Ничего. Толком. Люди. Просто. Не могут. Сказать. Ходи в храм. Ставь свечки. Делай добрые дела. Значит. Там. Веруй. Значит. Там. Что угодно. Но. Все. вокруг да около. Мы животные. Без Бога. Иисуса Христа. Ну. Человек. Без Господа. Он мертв. Духовно. Он мертв. Но. Есть сила воскресения. Сила воскресения. Сила Божья. Чудотворная в крови Христа. Сила Божья. Чудотворная в крови Христа. Сила Божья. Сила Божья. Животворная в драгоценной крови Христа. Верю я. Верю. Что действительно свершается это чудо. Уже. Больше 16 лет. 16,5 лет. Живой этой верой. С самого 2003 года. Когда получил откровение. Вот. По. Как раз вот этим словам. Записанным у евангелиста Иоанна. 11.25. Иоанна. 11.25. Я. Есим. Воскресение. И жизнь. Верующий в меня. Даже если умрет. Оживет. И вот. Все эти годы. Живой этой верой. Воскреснем. Да. Аминь. Аминь. Воскреснем. В Иисусе Христе. Люди. Аминь. Аминь. Сергей. Если будет время. Расскажите свои мысли. По поводу. Второго пришествия Христа. Каким оно будет. На ваш взгляд. Я об этом рассказываю. В своей церкви. Часто. Есть записи. Из богослужений. Правда. Надо их искать. Я сам. Честно говоря. Даже не знаю. Сейчас. По эсходологии. Я много говорю. В общем-то. Вот. У себя в церкви. Но. Опять-таки. Как и в библейских школах. Тоже некоторых. Рассказывая об истории христианства. Я говорю не только о зарождении христианства. Но. И. О том. Как все закончится. Как все завершится. Потому. Потому что. По милости Господне. Мы знаем. Некоторые вещи. О том. Как все будет. В конце самом. Но. Олег. Брат дорогой. И все. Братья и сестры. Тоже скажу. Что. Имейте ввиду. Что. На самом деле. Никто. 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 Один Бог. Всемогущий. Вот. Поэтому. Здесь. Тайна. Оно на то и тайна. Это. Не открытая. До конца. Завеса. Знаете ли. Вот. Это как. Перед. Перед первым пришествием Христа. Было. Вот. Я убежден. Он также будет. Перед вторым пришествием. Один к одному. Вот. Потому что. Перед первым пришествием Христа. Были тоже. Согласно. Пророчеств. Да. И Моисея. И больших пророков. Мало пророков. Разные представления. О том. Как придет Машех. Как явится Христос. И если бы вы. Оказались бы. Допустим. Ну. Летом. За несколько лет. До рождения Христа. Даже если там. Ну. К примеру. За год. И если бы вы. Пообщались. Допустим. С религиозными. Набожными. Там. Священнослужителями. Там. Учителями. То. Вы. Наверное. Удивились бы. Разным. Вариантом. Ответов. Если бы. Вы спросили. Как придет Машех. Как. Как явится Христос. Вы удивились бы. Просто. Очень. Различным. Представлением. Которые были. В еврейском народе. И все. Эти школы. Все эти мнения. Строго опирались на Писание. Они строго опирались на тексты Торы. На тексты пророков. Больших и малых пророчеств. Вот. Так же. Получается. И вот. Самое интересное. Когда. Пришел Христос. Он. Все карты спутал. Всем этим богословам. Потому что. Ни одна. Ни одна. Из этих школ. До конца. Не казалась. Правой. И. Я убежден. Что. Так же. Ждет нас разочарование. И. При втором пришествии. Господа. Потому что. Можно все расписать. Нет. Я. Верю. Конечно. Что. В новом завете. Более. Детально. Кое-что. Высказано. Мне. Очень. Нравится. Значит. Мнение. Одного. Из. Наших. Современников. По поводу. Эскатологии. Я даже. Лучше. Пока. Это. Семинары. Значит. Американский. Пастор. Американский. Пастор. Стехаса. Евреи за Иисуса. Не. Ой. Извиняюсь. Перепутал. Христиане за Израиль. Христиане. Миссии. Христиане за Израиль. Вот. Его. Как же его зовут. Я забыл. Вот. Семинары. Потрясающие семинары. Как раз. Вот. О втором пришествии. Об эскатологии. По его книгам. Еще. Фильмы сняты. Эти. Вот. Апокалипсис. Там. Еще другие. Напомните. Как же зовут его. Нин. Напомни. Нин. Если еще не отключилась. Он у меня в друзьях есть. На фейсбуке. Я подписан. На его странице. Ладно. Вот. Есть очень разное. Да. Мнение. Скажу. Из современных теологов. Протестантов. Тоже очень различные. У адвентистов. У баптистов. У пятидесятников. У харизматов. Есть очень разное воззрение. В православной церкви. Традиции православные. Тоже есть разные воззрения. Но не так богаты. Как у протестантов. Но тоже есть разные воззрения. Допустим. Ранние. Отцы. Верили. Что будет. Миллениум. Тысячелетнее царство. Христа. На земле. Более поздние. И современные православные теологи. Утверждают. Что уже. Тысячелетнее царство. Уже началось. С момента воцарения. Да. Господа. И. История. Вся церкви. Это история. Тысячелетнего царства. Христова. Очень разное мнение. На самом деле. По этому поводу есть. Вот. Самое главное. Я скажу одно. Что. Господь. Близок. Ум. Божий. Нечеловеческий. Мы. Не вмещаем. Но есть на самом деле. Вещи. Которые. Мы. Не можем вместить. Один проповедник. Сказал так. У меня дома рыбки есть. Я их кормлю регулярно. Они. Надеюсь. Ко мне уже тоже. Привыкли. Как бы. Я к ним привык. И вот. Я им посыпаю корм. Они. По своему. Как то. Понимают меня. Но. И вот. Мы. Намного меньше. Чем эти рыбки. Бог намного больше. Чем этот пастор. Который кормит этих рыбок. Вот. И. Но. По милости Господне. Я знаю одно. Что. Бог во Христе. Примирил с собой мир. Не вменяя людям преступления их. И дал нам слово примирения. При втором пришествии. И потом. При воцарении Господа. Все будет совсем не так. Как люди представляют себе. Вот. Элементы некоторые. Да. Сейчас кажущиеся. Несовместимыми. Они все совместятся. Некоторые говорят. Восхищение будет церкви. До скорби. Потом. Некоторые говорят. Во время скорби. Некоторые говорят. После. Дней скорби. Тех дней. Вот. Я дерзаю утверждать. Четвертое мнение. Что. Правы. И те. И те. И те. Хотя. По-человечески. Это. Не налазит на нас. Но. Я считаю. Что. В чем-то право. Все эти три мнения. Потому что. Из Библии. Слово Божие. Я вижу. И одного. И второго. И третьего. И при том. Очень четкие элементы. Но они не совпадают. В нашем разуме. Не складываются. Но в Божьем. Я убежден. Все три момента складываются. Поэтому. Я. Расслабился. В этом отношении. Я знаю. Что. Я с Господом. Он во мне. Я в нем. И вот. В этом задача. Можно высчитывать. Пришествие Христа. Второе. До минуты. Высчитывать. Вот. Но. По усам. Текло. Как говорится. В рот не попало. То есть. Человек. Он как бы. Не солно хлебавший. Окажется. Там. Не в брачной одежде. И прочее. Не. Поэтому. Мое дело. Погружаться. В него. В океан его любви. Пропитываться. Им. Вот. Этим завершу. Наверное. Как раз. Да. Он сказал. Что. Кто будет веровать. И креститься. Спасем. Будет. Кто не будет веровать. Осужден. Будет. И. Вот. Именно. Баптизо. Означает. Погрузиться. И там. И остаться. И пропитаться всем тем. Во что тебя погрузили. Это не как в современном уже. Начиная со средних веков. Современном греческом языке. Баптизо. Означает. Погружение. В смысле. Окунание. В старом греческом. Времен Христа. Времен. Написание Нового Завета. Значение было совсем другое. Погрузиться. Там. И остаться. И пребывать там. И пропитаться всем тем. То есть слова Иисуса сегодня можно так перевести. Для современного слушателя. Расшифровать их. Разъяснить. Что. Кто уверует в меня. И погрузится в меня. Пропитываясь мною. Будет спасен. А кто не уверует. Иисус Христос. Но Бог хочет. Чтобы весь урожай был в закромах. Чтобы зла ну до столу. Чтобы. Действительно. На поле не погиб урожай. Бог хочет. Чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. Ибо един Бог. И един посредник. Это не Мария. При всем уважении к светлой памяти ее. Это не апостолы. Не пророки. Не учителя. Никто. 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 Абсолютно. Это один человек Иисус Христос. Все. Один за всех. И все за одного. Аминь. Поэтому друзья. Совершая хлебопреломление сейчас. Я сегодня ходил здесь вот на рынок. Купил снова лепешки восточные эти. Вот. И совершаю хлебопреломление. С превеликим удовольствием. Погружаюсь в Господа моего. Возлюбленного моего. Рассуждаю о теле и крови Господа Иисуса Христа. Слава тебе Господь. Благослови Боже. Благословен ты Царь Вселенной. Давший нам хлеб из земли. И давший нам хлеб с небес Иисуса Христа. Хлеб жизни нашей. Аллилуйя. Доколе он придет. Я буду совершать это. Доколе он придет. Вернется. Мы совершаем всей церковью это. Ежедневно преломляя хлеб по домам. Благодарим Бога Всемогущего. Как было в первой церкви. Так вот и в последней будет так же абсолютно. Я в этом глубоко убежден. Что как вот Ральф Нейберн писал еще другие многие отцы. Современные христианские. Такие общихристианские. Что действительно как было вот в первоапостольской церкви. Так и будет и перед вторым пришествием. Перед возвращением. И Дух и Невеста будут одно и то же будут взывать. Об одном и том же. Ни порознь. Ни кто в лес кто под рова. Ни как лебедь, рак и щука. Нет, нет, нет. Все. Закончилось то время. Нынешнее. Прежнее время умолило. Да. Но нынешнее. Возвеличит церковь. И сегодня и Дух и Невеста договорят одно и то же. Одно только на уме. Гряди Господи Иисусе. Возвращайся. Возлюбленный наш. Прекравьте наш Господь. Иисус Христос. Слава тебе Господь. Спасибо тебе Господь. Спасибо. 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 И сегодня. Возьмите хлеба. Если у вас нет сока виноградного. Просто. Даже просто воды налейте себе. Но самое главное. Или сухарики какие-то. Самое главное не вещество даже. Причастие. А вот наше рассуждение о теле и крови Иисуса. Я несколько раз совершал. Просто у меня была бутылка кока-колы. Было. Сухари. И все. Совершал причастие. Причастие. Это вот. Оно совершается здесь. В уме нашем. И в сердце нашем. Не просто ртами и желудками нашими. То, что входит в нас. Он не может нас осквернить. Тем более осветить. А что освещает нас или оскверняет? Наши размышления. Из сердца исходят. Из разума нашего исходит. Самое великое, что освещает нас. Это рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Я спасен благодаря крови Иисуса Христа. Благодаря жертве Голговской. Моего спасителя, возлюбленного Иисуса. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец. Папочка мой, Бог мой и Егова, Бог Авраама Исаака Якова. Аллилуйя! Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Благодарю тебя, Иисус Христос, Сын Божий. Царь мой, Бог мой. Аллилуйя! Господь мой и Спаситель мой, Друг мой и Царь мой. Аллилуйя! Аллилуйя! Брат мой, возлюбленный. Аллилуйя! Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. Аллилуйя! Царю небесный, Утешителю, Дух истины. Аллилуйя! 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 За все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. За Голгофу, за кровь. За все, за все тебя благодарю, Господь. Я спасен, исцелен, благоставлен всеми Твоими благоставениями небес. Через кровь божественную, агнцу Твоего, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Ешьте, пейте. Пусть Господь благословит сегодня всех нас в этом хлебопреломлении. Пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской правоставной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, ваш покорный слуга, архиепископ Сергей Журавлев. Завтра в 6 утра продолжим. Ну как, нет, это не совсем продолжение будет. Ну, в какой-то мере продолжение. Утренняя молитва будет с хлебопреломлением, с причастием, с Евхаристией. Вот, я стараюсь и утром, и вечером, бывает и не раз в день, размышляю о теле и крови Христа, погружаюсь в эту тайну. Спасение. Аллилуйя. Вот, и завтра вечером продолжим именно с семинаром таким. Вечерний семинар, с 6 до 7 часов. Все с Богом, с миром Божьим, народ Божий. Аллилуйя. Братья и сестры.